Библас, это конечно, я не знаю как это назвать, но это плод какой-то красоты, тишины. Здесь так здорово. Я когда много лет назад планировала свой визит в Ливан, я все сомневалась, нужно ли мне ехать в Библас. И теперь понимаю, какую бы я совершила ошибку, не приехав сюда. Здесь совершенно иной мир, можно сказать. Все как-то по-другому, не та суета присущая в целом Ливану, здесь все как-то иначе. Здесь даже одежда продается какая-то другая, здесь даже магниты и те другие, здесь все совершенно другое. Но вот погодка, конечно, сегодня от ас. Мне парень из гостиницы одолжил свою толстовку, потому что мне вчера в химчистке испортили мою джинсовку. Сам добровольно, я даже не просила, конечно же, он одолжил мне свою толстовку, это меня хоть немножко как-то спасает. А так, уж и не знаю, чтоб со мной было в такую погоду. Ветлище просто. А, таз, а ветер, я ненавижу больше всего. Да какая здесь грозота, что здесь вообще за мир такой был. Обменялись, как это сказать? В общем, мы сказали, что мы друг за другом молимся. Они за нас, мы за них, потому что я говорю вам, да, я понимаю, что вы, как никто другой, понимает, что будет с нами. Потому что ситуация эта плачковна не только для России. Весь мир страдает. Казалось бы, куда еще ниже, но нет. Ниже и эти ступеньки. Завал какой-то. Скорее не завал, перестроили в свое время. Я даже не знаю, слышно меня или нет, из-за этого ветра и что там будет. Но если я надену наушники, я знаю, что будет еще хуже. Еще одно место, в котором чувствуешь себя просто ничтожным поколением, которое не только не умеет сохранить то, что нам оставили какие-то величайшие предки, но еще и не можешь ничего подобного даже и близко создать в сегодняшнем дне. Нынешнее поколение, к сожалению, только на разрушение, на разрушение, на деньги. Ничего, чтобы было связано с каким-то величием, мы, к сожалению, не нацелены. Но я, конечно же, не говорю за всех, но за большую часть, из-за которой сейчас происходит передел мира. Если бы не наша алчность, меркантильность, мир бы, конечно же, был другим. Но, увы, от того прежнего мира остались только развалины. Я, кстати, когда летела турецкими авиалиниями, я смотрела фильм «Аквамен». Мне кажется, он такой потрясающий в плане посыла нашему поколению о том, что было, как был разрушен вот этот вот древний мир, и о том, как все могло бы было быть, если бы те люди остались живы, что бы мы имели сейчас. Это какое-то мое личное видение. И величие этих построек, оно не завораживает, оно потрясает своими размерами, вычурностью в хорошем смысле. Как мне больно, это же ведь было разрушено тоже, знаете, не просто так. Если бы было разрушено для того, чтобы завоевать и этим пользоваться, так ведь нет же. Это было разрушено для того, чтобы просто разрушить, просто уничтожить ту цивилизацию, которая была мощная. Заметьте, то, что сейчас происходит в мире, оно же просто уничтожается, вычерпываются ресурсы, и на этом все. Им не нужны вот эти великие здания, им не нужно, чтобы человек думал высоко, чтобы его мысли парили над землей. Нет, нужно, чтобы человек погряз вот в этом, в страхе, в жажде наживы. Мы выживаем здесь сейчас, сегодня, что будет завтра, лучше не заглядывать, потому что они научили нас мучиться и страдать. Я уже не хочу ничего желать людям, потому что мы уже сделали свой выбор и просто расхлебываем. К сожалению, осознание никому не то чтобы не хочет приходить, никто просто этого даже не просит, вот и все. И вот смотрите на эту цивилизацию и знайте, что нам такого не достичь. Даже если мы вдруг все резко проснемся и осознаем, какие мы идиоты. Кстати, цена за вход восемь тысяч. Ну это сущие копейки, сущие копейки. Если учесть, что пол доллара это десять тысяч. Ты можете себе представить такой памятник архитектуры? Около сорока, наверное, рублей вход. Это что вообще? Я за музей какой-то сраный, простите, заплатила двадцать тысяч, а тут восемь. Мне все казалось, что я от ноль еще один не вижу. Но нет. Восемь тысяч всего лишь. Какая-то якобы гробница. Но я не особо верю в какие-то вот такие гробницы. Мне кажется, просто людей застигала смерть в неожиданных местах. И так как народ не знал, как хоронить, потому что все-таки раньше погребали с помощью сожжения. И поэтому вот там, где человека застигала смерть, туда его, простите, и пихали в надежде спрятать там как-то это тело. Чтобы оно не разлагалось, простите, на этом воздухе. И те, кто был рядом, находили любые способы запрятать в какие-то места эти тела. И, соответственно, сотни лет спустя все это стали называть гробницами. Хотя, на мой взгляд, не так. Но у меня своя жизненная позиция, свои представления о мире, о прошлом мире. Поэтому мы будем называть все это моей личной фантазией. Территория поражает своей масштабностью. И хорошо, что я на Биболос выделила целый день. Никуда решила больше не ездить. И я была абсолютно права, потому что здесь, я не знаю, возможно ли все обходить. Форт Норвейст. Ну, в общем, да. Это часть северо-восточной стены. Это часть северо-восточной стены. Смотрите, какая тропа красненькая. Вам не видно, а мне видно красоту эту. Ничего подобного я нигде еще не видела. Ну, вероятно, оно есть, но я еще до него не дошла. Но меня вот это вот поражает. Я шла вот отсюда и все смотрела. Думаю, господи, ну до какой глубины это найдет? Ну что это? Остался один колодец там внизу. Ну вот, я и дошла до самого дна. Но, смотрите, судя по вот этой стене, ровненькой такой. То, что дальше вот это идет по кругу выше. Мне кажется, это уже как раз перестроили. Потому что оно не похоже на то, что это было таким родным. Господи, я уже чем больше говорю на английском, тем больше забываю русский. Чем больше говорю на русском, тем больше забываю английский. И... А потом в итоге вообще не знаю ни одного спустя какое-то время. Ощущения непередаваемые. Короче, Биглос, это номер один. Мы же вообще в Италию должны ездить, где тоже красоты. Вот сюда добро пожаловать. А, смотрите, смотрите, я права, смотрите. Ну-ка, ну-ка, видно вам, видно? Смотрите, вот. Прям видно, как они отделяются друг от друга. Что они совсем не родные. И что здесь вот был какой-то завал. Дырка была, ее немножко оборудовали. И вот типа здесь был колодец. Но я им не верю. Я им не верю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И на обломках самовластия напишут наши имена Вот фундамент и новая хренатенька Субтитры сделал DimaTorzok Глядите, как древний человек мог обуять природу Он просто сам встраивался в нее Вот и все Это называется любить и уважать Это то, что мы субтитры сделал DimaTorzok Ну, оно то, про что вам говорят Субтитры сделал DimaTorzok